Да что ж такое? Я вам это целый год в голову вбивала, а? Ой, я так понимаю, я не вовремя? Лучше бы ты понимал, что в учительскую входить без стука нельзя. Извините, а это не моя тетрадь полетела в коридор? Сил моих больше нет. Все, с меня хватит. Я уезжаю, мне нужен отдых. Кому же он не нужен в нашей самой жадной дознании школе? Я еду на море. Эта сумка меня уже тут месяц ждет. Счастливо оставаться. Подождите! Так вы что, реально на море едете? Прямо сейчас? Ну да. И даже не пытайся меня остановить. Мои силы исчерпаны. Вы меня неправильно поняли. Я не буду вас останавливать. Я еду с вами. Здрасте. А куда это вы едете? На море. Так что, пока, Ксюш. Эй, какое пока? Я с вами. Господи, да пожалуйста, не лишь бы... Стоп. А что мы Елене Юрьевне скажем? Пойдемте все прямо скажем, что учиться больше не будем и уезжаем к морю. Ой, нет. Я боюсь. Она же не отпустит. Без паники. Сейчас все будет. Дорогая Елена Юрьевна, мы уехали на море. Кирилл, какое море? Ты хоть иногда мозг включай. Скажи, что мы уехали на юг. В музей. Изучать жизни и творчество писателя. Который жил на юге. Целуем, обнимаем. До встречи. Так. Открывайте. Блин, где она ходит? Ты про коло. Про Ксюшу. Она обещала мне свои солнцезащитные очки принести. Хочу померить, чтобы понять, покупать себе такие же или нет. А, ну, думаю, скоро придет. Хотя нет. В смысле? Наша Ксюша вместе с Кириллом и, вдумайся, с Ириной Анатольевной поехали на море. Чего? Маш, ты что, разыграть меня решила? Я, если что, не настолько наивная. Да нет же. Вот, смотри. Это сообщение от Ксюши. Они тупо свалили на море. А нас здесь оставили пахать. Капец. Привет, девчонки. А кто это вас так расстроил своей поездкой на море? Здравствуйте. Кирилл, Ксюша и Ирина Анатольевна. Ирина Анатольевна? Так он ее урок. Через 10 минут. Угу. Урок. Учить сейчас, не бойся Ксюшу и Кирилла, кататься на бананах. Так. А ну-ка, пойдемте в учительскую. Расскажете мне подробности. Давай, встать. Присаживайтесь. Ну, чего молчите? Выкладывайте. Да что выкладывать? Нам больше добавить нечего. На море, значит, говорите, уехала. Ты смотри. Самая умная, значит. Не могу утверждать. А я вот утверждаю. То есть отрицаем. Короче. Я тоже хочу в отпуск. Поверьте, Елизавета Сергеевна, мы жаждем на волю не меньше вашего. Тогда мы должны препятствовать их побегу. Может, лучше присоединиться? К этим тихушникам? К этим предателям? Мне, конечно, обидно, что нас не позвали. Но если бы можно было оказаться рядом с ними, я бы мигом простила. А давайте вместе поедем. Чем я хуже? Даже лучше? Ну, в принципе, можно. Только как это сделать? А вот это нам и надо выяснить. Как они миновали гнев Елены Юрьевны и улизнули. Ну и как нам это узнать? Это я беру на себя. А вы пока пакуйте вещи и готовьте купальники. Елена Юрьевна, можно? Проходите, Елизавета Сергеевна. Фух, ну и жара. Так, может, конец оверх учите? Я бы с удовольствием. Да только сломался он, чертяка эдакий. Сил нет уже терпеть это лето. Ой, а я к вам как раз по этому поводу. Излагайте. Но только предупреждаю сразу. Бассейн, школьный двор я не поставлю. Я по другому вопросу. Как мы с тобой здесь, нам Ирина Анатольевна с Ксюшей, с Кириллом, там лесноют. Да, в музей она их повезла. Изучает творчество какого-то там писателя. Я знаю. Чего? Да какой музей? Она на море поехала. Как на море? Кто разрешал? Я не давала такой команды. Да? Так может их наказать? Я готова прямо сейчас отправиться за ними. И устроить им настоящую порку. Ну уж нет. Из школы больше никто и шагу не сделает. Пока все уроки не закончатся. Да как она посмела. Бросила родную школу. Я ее вырастила. Выучила. Предательница. Кого вырастили? Ирину Анатольевну. Она ко мне еще студенткой пришла. Кто бы ее на работу взял, если бы не моя доброта? Походу, совсем не по плану разговор пошел. Блин, и что теперь? Париться тут до потери сознания? Нет. Мы тоже на море поедем. Хочет этого кто-то или нет? Знаешь, а ты права. Мы ничем не хуже остальных. Простите, девочки. Подвиваю вас. Не вышло. Мой план реализовать. Елизавета Сергеевна, не расстраивайтесь. Раз не получилось по-хорошему, нужно действовать по-плохому. Я вообще-то против любых плохих действий. А что плохого в том, чтобы взять свое, а? Разве мы не заслужили отдых? А и правда. Уж раз Ирина Анатольевна себе такое позволила, я уже подавно заслужила. Только действовать нужно быстро. Максимально быстро. Согласна. Если не сейчас, я никогда не решусь на этом. Так, мне нужно сбегать за своими вещами. Я скоро буду. Елизавета Сергеевна. Что? Вы только это, поторопитесь. Не волнуйтесь, я туда и обратно. Ладно, я теперь не попасться на глаза директрисы. Угу. Пойдем в класс, подождем там Елизавета Сергеевна. Ирина Анатольевна. Вам что, работа не нужна больше? Что за отпуск посреди рабочего дня, а? Еще и детей с собой потянули. Значит так. Или вы немедленно возвращаетесь к своим прямым обязанностям, или я вас увольняю. Блин, жестко она с ней. Ну слушай, давай будем честными. Она годовная, это заслуживая. Тоже верно. Короче, либо я вижу вашу наглую лицо у себя в кабинете, либо отдыхайте там всегда. Я ясно выразилась? Я буду отдыхать всегда. И кстати, про звание учителя года тоже забудьте. Я все сказала. Ишь какая, удумала. Директора обманывать. Ага, сейчас. Предлагаю подождать Елизавету Сергеевну на улице. От греха подальше. Поддерживаю. Погнали. Девочки, здравствуйте. Елена Юрьевна у себя? Ну? Чего молчите? Судьба учителя года решается. Резче, соображаете? Вроде в учительской была. О, явилась таки. Ну, пойдемте. Поговорим с пристрастием. Соль, Маш, зонт от солнца я нашла, а крем от загара. Ой. Так, так, так. Я смотрю, вы все тут напрочь от рук отбились. А я что? Я просто в бассейн собралась. Сейчас разберемся, кто куда собрался. За мной. А вы что стоите? Вас это тоже касается. В моем кабинете места хватит всем. Милости прошу. Мастер-класс. Субтитры сделал DimaTorzok